МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, выходящий с дому, проект гомельских будовников оказался запотрабованным у инших регионах краины. Десять годов на сцене гомельские городские оркестры представили юбилейный концерт, а зараза бгэтым и иншим больше подробязна. Сегодня делегация гомельской в области начале со старшинью Аблаканкама Владимиром Дворником выехала в Херсонскую в область Украины. Гомельшане примутю делу Международным инвестиционным форуме «Таурийские горизонты. Содружность инвестиции. Экономичное развитие в городе Новая Кахоука». У ходе форума плануется подписать шерых документов об супрацовнестве. У их лику трехбаковый меморандум по Межхерсонской областной державной администрации, гомельским Аблаканкамам и аграрной компании «Нибулон» города Миколаева. Чекается таксама подписание дылерского договора «Гомельмаша» с херсонским машинобудовничным заводом и заключение погоднения о поставках у наш регион пладоагородненной продукции персиков, брикосов, кавунов и дынь. Протягиваем выпуск. Замена тепла трасс, творение запасов мясовых видов палева и модернизация обсталявания. На сегодняшнем посяжении Аблаканкама проанализована готовность предприемства и организации до работы у зимовый период. Со сделанными выводами ознайомился Олег Синтюроу. Для некоторых осень – час желтого листья и прыгажостя. Для некоторых – с правоздача в сделанной работе. До начала тепляного сезона состоится около трех сезонов, а тому необходимо подводить последние выводы в речи, если есть возможность ликвидовать некие дробные недопроцовки. Агученные недопроцовки саправды можно назвать малозначными, ось вяким выпадку на початок тепляного сезона серьезного уплыва я ныне окажут. Недеяще притягивается замена теплосеток, недеяне поспели высекче усе древы, які зимой могут пошкодить линию электропередач и покинуть без электроэнергии населенные пункты и сельскох спадач и объекты. У вугули варианты отключения спожилцов у вынеку незлучайных ситуаций так само продугледживаются, в связи с чем на гомичине набыли еще некакие пересовных автономных генераторов. Значная увага переводу коммунальных котельных на местовые виды палева. Дым больше, что в якости опушних можно выкористовывать не только дровы, а и брикеты за отходы у перепроцовки лену и солому. Як выник у агропромысловом комплексе, например, долю местовых видов палева довели уже до 86%. Основной потребитель – это у нас предприятие переработки мясомолочная компания и большие птицефабрики. Там в основном используется печное бытовое топливо, жидкое топливо или зерно-топливом мазут на гомельской птицефабрике на рассвете. Поэтому это неприкосновенный запас, он всегда есть на случай аварийных каких-то отключений. А основной, конечно, это местные виды топлива. Подрыхтовка до осенне-зимового периода справа комплексная. Отповедные работы ведутся одночасово больше, как по 50 на керунках. На шматы яких предприемствах для координации подрыхтовщих и профилактических мероприемств творились специальные оперативные группы. Рыхтуются усе. Дорожники обещают вывести при необходности больше 451 техники. Энергетики кажутся в капитальном ремонте свыше 400 километров электричных сеток. Коммунальники ремонтуют дороги и заменяют тепловые сетки. Протягивый час этой работы у спецпешечарговых не уходили, что привело не только до периодичных отключений вспоживцов, а и до садковых значимых страт теплоэнергии по часу и транспортировки. Все зависит от того, в каком состоянии в первую очередь тепловые сети находятся. Долгие годы, как говорят, в эту тему не очень много влаживали. Процесс идет. На сегодняшний день где-то порядка 53% от всех тепловых сетей, находящихся в жилищно-коммунальном хозяйстве заменены на предизолированные трубы, соответственно, это позволило снизить и потери тепловой энергии. Соответственно, в Гомельской области этот процент составляет, грубо говоря, 10%. Олег Синчаров, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Гомельские юристы с нагоды дня пожилых людей проведут бесплатные консультации. Доброчинную акцию завтра ладить Головное управление юстиции, суместно с областной нотариальной палатой, коллегией адвокатов, комитетом по праце, занятости и социальной обороне. Пожилые люди смогут отримать бесплатные консультации по правовых пытаниях с 10 до 13 годин по адресе. У Гомель, Азавулак, Спартака, 2А. Першы не только у Гомельской области, але и у Вогля, у нашей краине шмат поверховый жилы дом с убудованным детячым садом будзе уведенную эксплуатацию наприканцы гэтага года. Реализацией проекта займается Гомельский домобудовничий комбинат при патрымце городских и областных уладов. Будовлю наведали наместник старшыня Аблвы Конкама Уладимир Горбачоу и керавник дома-будовничьего комбината Александр Ганчароу. С уникальным проектом ознайомили будущих специалистов Галины, студентов Белорусского Державного Университета Транспорту. Дитячий сад различный на 60 местах, размещенный на первом поверхе дома по улице Мазурова. Яше две шмат поверховки, уключенные у агульный жилы комплекс, сдадуть уже гэтай восенню. Первый дом вводится сентябрем месяцем, второй дом трехподъездный вводится в октябре, а сам дом со встроенным детским садиком будет введен к концу года, в декабре месяце. На сегодня готовность не такая высокая, порядка 35%, но по нашим графикам мы вкладываемся, и дом будет введен своевременно с детским садом. Сегодня есть предложение, чтобы такой же дом построить в городе Бобруйске, и рассматривается вопрос о строительстве в Минске. Прилеглая до группы жилых домов территория будет добро упороткована у отповедности с усветными стандартами. Например, транспортный рух полностью отделят от детячей гульнявой зоны. Планом предугледжена и спортивная пляцовка. Здесь, как уже было сказано ранее, создана среда обитания для мини-полиса. Вы видите немножко улучшенную отделку фасадов и внутреннего интерьера, мест общего пользования. Пока это первый проект, но рассматриваются варианты о строительстве таких же домов со сольным садиком в 20-м микрорайоне, в 16-м, возможно, в 96-м. Гомельские городские оркестры означали свое десятигодие. Под час юбилейного концерта на сцене выступили коляста музыкантов и вокалистов. Ведущим вечера стал спевак и композитор Георгий Калдун под рабязностью у Ганны Ковалевой. Полторы годины до початку концерта, однако, усея гудельники уже на сцене. Заключная репетиция, опушние зауваги и правки. Зусим худко артисты представить на суд слухачев досвид на запашины за десятигодие. Свой юбилейный день народжения Гомельские городские оркестры проведут разом со спеваком и композитором Георгием Калдуном, который в этот вечер взял на себе роль не только выканалцы, а и ведущих концертной программы. Ее название – не выпадковый концерт, уже кажа про важкую на году. Безусловно, десятилетия для организации – это большой праздник, это фактически первый юбилей такой круглый. И готовились, наверное, все десять лет, наверное, организация готовилась, и оркестры готовились, и сезон открывается не зря с этого концерта, не случайный концерт, потому что на сцене будут находиться два коллектива одновременно. Это симфонический оркестр и духовый оркестр. Это изюминка, наверное, сегодняшней программы. То, что мы сегодня собираем полный зал – это показатель популярности и оркестровой музыки, популярности коллективов, бренда, организаций. Очень хочется, чтобы дальше это продолжалось. Мы попытаемся сделать так, чтобы все было интересно и красиво. И вот на рэште гучать перши аккорды. У гэты вечер на сцене собралися музыканты обо двух оркестров, установые симфоничного и камерного духового. Яны выконали 17 творов самых розных музычных накерунков. Гучали, как вядомые мелоды, так и премьерные. Например, твор «Джаз у ночи» был написан Амаль 80-х годов тому, и по сутности Минавита Йон открыл шлях беларускому джазу. У першиню композицию выконал перши в нашей краине «Державный джаз-оркестр» под кированием Эдди Рознера, який неколи працавал и у Гомеля. У гэты вечер для гомельской публики знаковую композицию выконали у першиню. После Минска наш областный центр стал другим городом, где прагучала легендарная мелодия. В уголе организаторы концерта постарались насытить программу творами, якие пришлися по душе слухачу любого взрослого. И гэтым однозначно удалося. Знаете, я считаю, что на сегодняшний день наша организация – это огромная семья, дружная и очень сплоченная. Поэтому я желаю нам, чтобы мы продолжали в том же ключе работать, потому что я дорожу каждым сотрудникам и надеюсь на то, что в таком ключе, в таком ритме, с такими же замечательными идеями мы продолжим работать и в этом сезоне, и в последующем. В этом концертном сезоне Гомельский городский оркестр обязывают новые проекты и, как сами кажут, море джаза. А кроме того, в листопаде отбудется одна из главных подей сезона – форум классичной музыки. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Гэты и иншые новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tivergomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта у вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова